Всех приветствую, друзья! С вами Джокер, вы на канале Джокер Кипиш и Гравна Слышевкина. Друзья, у нас опять новые изменения в игре появились, изменили нам некоторые события, я бы сказал, в лучшую сторону, даже в очень хорошую, но немножко, конечно же, здесь пожадничали разработчики. Во-первых, ребят, у нас в события лотерея души дракона добавились сундучки, откуда мы можем получить навыки для наших драконов. Но это, к сожалению, не просто навыки, а фрагменты. Но здесь, друзья, есть удивительный навык, это фрагмент процветания. Навряд ли мы его будем сколько собирать, я честно не знаю, но 100 фрагментов у вас будет всеобщее здоровье. Это, конечно, очень бешеный, тяжелый труд, добыть их будет очень тяжело. Но, ребят, теперь я вам советую всем, когда это идет событие, оно идет одну неделю, тратить как можно больше сюда золотишка, делать как можно больше попыток и копать как можно больше навыков. Это первое. Второе, ребят, это здесь тоже, естественно, пытаться все выполнить, ребят. Копить, копить, пытаться выполнить как можно больше сундуков добыть, открыть из них что-нибудь и что-то для себя слепить. И третье улучшение здесь очень меня, ребят, порадовало, то, что здесь нам добавили драконе пламя. Опять же, да, не для донатов это очень тяжело будет сделать, но для донатов это просто, знаете, лакомый кусок. Но я думаю, что я спокойно смогу выкопать 150. Вот я за один день 19 выкопал, у нас еще 6 дней осталось событие. Я думаю, ну, приблизительно, приблизительно я выкопаю. Если что, я упрусь, там еще побольше закину золотишко. И все равно, я думаю, выкопаю эти 1800 фрагментов пламени. Насчет золотых не знаю. За один день выкопал 7. Было бы 10, было бы лучше, так что не буду прогнозировать. Сотку точно не выкопаю. Но, ребят, вам советую теперь золотишко тратить сюда обязательно. И все-таки фрагменты этого стоят. Навыков куча летит, ребят. Хороших, так что их надо будет выкапывать. Я вам покажу примерно, сколько стоит улучшить один навык. Вот, допустим, золотой навык на четвертый уровень нужно улучшить здесь 390 тысяч. Это очень дорого. У меня куча навыков, которые надо улучшать, а не хватает томов. Я думаю, у многих из вас так же. Поэтому, друзья, занимайтесь этим обязательно. Это я вам хотел, ребят, сказать. Еще, ребят, огромная куча людей мне просто уже пишут, что хотят быстрее продать свой замок на перелет, так сказать. Но избавиться от игры или продать свой, купить какой-то другой. И, ребят, в этом ролике я вам покажу один из замков, который будет выставлен на продажу. Он уже выставлен. Цена вопроса 60 тысяч рублей. Сейчас мы покажем вам проценты егошние, а потом перебежим быстренько в замок, сделаем краткий обзор. Так, погнали. Итак, друзья, вот такие вот у нас процентики. И здесь в атаке наш замок. Здоровье 585 у него имеется на пехоте. Кавалерия 650... 635. Так, урон 89. Урон получаемый 42. База имеет 35. Защита десятка. Антикавалерия. Снижение кавалерии 18. Это очень круто, ребят, на самом деле. Кто разбирается в процентах, а не ту посмотрит на атаку, защиту, тот этот замок оценит. И, в принципе, по остальным тут по 500 у нас имеются лучники и пехота. Ой, и тележка. Урон при нападении такой. 166 на 152. Сейчас оборону покажу. Оборона у нас вот такая, ребят. Здесь морали принимали. Имеется у нас большое количество армии. Все, в принципе, есть. Защита вот почти 1400. Пехота 634. База есть на пехоте при обороне. Уроны. Ну, урон не особо высок. Но снижение порядочное. Так, здоровье кавалерии. Тут все, смотрите, ребят. Урон получаем и все. Как раз антикавалерия, снижение. Все здесь у нас имеется. Это очень ценные навыки. И самое главное, как вам интересно, это уроны при нападении. Точнее, при обороне и снижении у нас вот такие, вот, ребят. На вашем экране. 268 на 283. Вот как-то так, друзья. Такой вот замок. Цена 600 тысяч рублей. Сейчас приближимся еще внутри замка. Я вам все покажу. Так что ждите. Так, друзья. Все, мы в замке. Вот такие вот у нас есть красивые крылышки. Облики. Кто любит облики. Всякая красота в замке имеется. Так, погнали. Профиль. Лорд. Плюс 6. Такой вот профиль. Ну-ка, 55. Тут все, в принципе, понятно, ребят. Долго задержаться не будем. Кристаллы сразу же смотрим. Все улучшено. Все на максимум. Все накручено. Допа золотые. Ну, эти мы не смотрим. Главное, да. 38 и 35. Нифига себе. Вот у вакчат. Какая-то фигня истек. Лимит действия. Чуть я даже не понял. Ладно, побежали, ребят. Смотреть героев. Сразу же. Так. Что у нас имеется? Самый крутой это Джао Юнь. Тоже плюс 6. Сельма плюс 6. Плюс 8. Стражник Кристинка. Все по красоте. Куча Архангела. Еще один Архангел. Плюс 4, друзья. Ну и дальше погнали. Опа, что там у нас было? Еще вещи. Плюс 2. Плюс 4. Еще одна вещь была. Плюс 10. Синий чиновник, ребят. Все нормально здесь. Тут у нас плюс 6. На лечение все в порядке. Еще один чиновник, ребят. На плюс 8. Удивительно. Удивительно. Еще один у нас на плюс 6. Это у нас стражник. Короче, ребят, в замке куча всего. На самом деле. Так, дальше, ребят. Сразу же вам покажу. Из плюшек этого замка. Смотрите, что у нас еще имеется. Двести шестьдесят камушков. Это, считайте, почти что два пакета. Харкетически за 100 баксов. Еще можете улучшить себе еще один набор спокойно. Так, что, ребят, еще из важного показать? Молитвы. Молитвы вот такие вот у нас, ребят. Грифоны отличные. Пехота замолена. Пехота Т-11. Кони Т-11. Лучи немножко. 41. Вот здесь молитва имеется на телеге. Стена щитов. Полтинник. В принципе, это замок. Балансный. Все, в принципе, понемножку сделано. Вот как-то так, ребят. Из Т-14. Тут тридцатник. Двадцатки. Ну, я даже не открыл половину у СТ-14. Слоны. Армию, ребят, показывать не буду. Нет смысла. Сами все, что надо, все сделайте. Ускоров предостаточно. Куча всяких. Армии можно надевать много всего. Смотрим драконов. Драконы 40. Синий дракон. Навыки. Все четко. Все как надо. Орел для обороны. Здоровье пехоты. Двойное золотое. Всеобщая защита. Через лучников защищаемся на пехоте. Тоже все четко. Красный дракон. Для дефа. В точках. Темный дракон. Скат. Тоже навыки имеются. Здоровье пехоты. Здоровье кавалерии. Здесь тоже навык. Годзилла. Тоже с пехотой. Тоже с навыками. Всеобщая защита золотая. Короче, ребят. Порядочно всего имеется в замке. Так. Чудо цивилизации. Навыки. Личная звездная карта. 109 навыков. Смотрим дальше, ребят. Графемы. Так. 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 Нет. Давайте сначала мы с вами. Продвижение войск я вам покажу. 182. 183. 181. 181. В принципе, неплохо. Теперь давайте облики. Посмотрим, что у нас имеется. Рамки вон всякие есть. Еще облики. Еще облики. Ауры. Крылья. 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 Смотрите, сколько крыльев, ребят. 5 крыльев. В принципе, на любой цвет и лад, ребят, вам подойдет, кому надо. Облик 42 уровня, ребят. Уникальный. Вот как-то так. Что еще, ребят, из важного, ценного показать? В принципе, я думаю, кто разбирается в игре, тут уже все понял. Замок играбельный. Всегда игрался. Всегда на нем все делалось. До последней графемы не хватает 2 миллиона. Так, извиняюсь, ошибочка. 7,2 миллиона не хватает до последней графемы. Еще проценты, считай, поднимутся. Вот, как-то так, ребят. Строй. Строй собран у нас. Вот такой вот имеется пехотный кавалерийский. Еще один пехотный кавалерийский. Для подкрепления строй. Разношерстный. Лученького. И тележка. Ну, в принципе, все. На любой лад каждый для себя может что-то здесь придумать. Все, ребят. Такой вот ролик. На этом будем заканчивать. Много ничего не буду так показывать. Ну, потому что, ну, нет смысла. И так все показал. Кто разбирается в игре, кто разбирается в замках, тот понимает, что замок реально отлично. И цена у него приемлема. Цена, напоминаю, 60 тысяч рублей. Так что пишите, кто хочет. Кому что-то не нравится, можете оно, ребят, сразу. Просто не писать, там, дизлайк ставить или еще что-нибудь. Все в этом роде. Все, друзья. Всем пока. С вами был Джокер. Пишите.